Так, друзья, представляю вам новиночку от Fish Season. Это фидер под названием Joker, сделанный на базе бантана. В принципе, на том же самом бланке сделан. Сделали 4 палки в росте 3,50 м, 3,6 м, 80 м, 3,6 м, 120 м, 3,9 м, 120 м. Мы взяли с собой 3,9 м, 120 м, будем ловить на него. Вес бланка 240 грамм, в комплекте идут 3 кювертипа, все карбоновые, никакого стекла нет. Палочку собирали, посмотрели, повертели, палочка красивая, интересная. Сейчас покидал грузик тоже, ведет себя прекрасно. Сейчас, значит, снарядили кормушечкой 80 грамм, поставили поводочек. Сейчас посмотрим, как она будет себя вести на вываживании рыбы, на забросах кормушки. Понаблюдаем. Может, дадим какие-то еще более полные ответы по самому бланку, потому что информации особой нету в нем, на нем никакой. Давайте посмотрим. Ну что, первые забросы с кормушкой. Дистанцию я отмерил, в принципе, дистанция та же самая. Как-то страшно кидать. Я такими мягкими палками давно не ловил. Да, полет нормальный, прямо дистанция уверена, но дистанция небольшая. Да, палочка мягкая. После Гретхама, конечно, она слишком мягкая. Ну, довольно быстро я взял кьюер-тип на Гретхаме, еще надо его подтянуть немножко. Да, бланк красивый такой. Сделали красивый все равно. Наверное, сам он немножко потолще стал. Ручку сделали, ручка комбинированная. Эва и пробка. Гайка, катушка, держатель сделана из Эва. Кольца, в принципе, красивые. Да, ну, кольца, мне кажется, мелковатые. Хотя у них на всех бланках, так, на бонтане тоже кольца не сильно крупные. А так палочка выполнена. Интересно, красиво. Да, хотелось бы посмотреть. Как она поклевки показывает, но поклевок нет. Поставил я второй по жесткости кьюер-тип. Кьюер-типы, кстати, не прописаны. Не указана ни громовка их, ни унции. Методом подбора. Ну, в принципе, все знают, наверное, как выбрать кьюер-тип и как понять, насколько он жесткий. Мне кажется, это рассказывать и показывать не нужно. Да, интересно. Хотелось посмотреть. На рыбу нет. Кормушка стоит 80 грамм. В принципе, кормушка стоит. Нормально. Она немножко, возможно, дюзу подкатывает. Катушечку я поставил на ее Шерман ПРО. Пятитысячная. В принципе, нормальный баланс и повес по всему. Для бланков 240 грамм. Вообще прекрасная палка. Давненько я не ловил такими мягенькими палочками. Потому что как-то у меня все равно более речные, более жесткие. Да, здесь даже заброс идеальный. Вообще даже вкладываться не надо. Палка кидает сама. Если на моих палках еще надо приложить усилие, прогрузить ее. Здесь идеально. 80 грамм кидает. Просто идеально. Напоминаю, палочка у нас сейчас стоит 3,9. Тестом 120 грамм. Но рыба у нас не стоит. Как нам посмотреть поклевки? Как нам проверить ее на уваживание? Нет, поклевки есть. Блин, поклевка вообще классная. Да, что-то я... О, такие классные ощущения сразу же. Просто этот некрупный подлещик, он творит чудеса на этой палке. Да, ребята, если вы хотите получить удовольствие, просто от уваживания и ловли рыбы, я рекомендую эту палку. Розничная цена у нее в районе 6,5 тысяч. Это палка 3,9. Остальные палки гораздо дешевле выходят. С учетом, какие сейчас цены на удилища фидерные, я думаю, цена просто идеальная. Палочка просто отыгрывает, классно. Подлещик некрупный. Это, в общем, ни рыбы не клюет, это у меня палка жесткая. Поклевок не видно. Блин, классно, я уже забыл, как это делается. На таких мягких палках просто ловить рыбу одно удовольствие. Ну, не мягко, не скажу, что она прямо такая мягкая лапша. Нет, такого нет. Просекли подлещика насквозь. Я уже, насколько знаю, есть обладатели данных палочек. Блин, ребята, я вам просто гарантирую, удовольствие вы будете получать 100%. Давайте попробуем дальше поймать еще одну. Поклевку видно идеально. Просто такой подлещик, если на моей палке она еле-еле заметная. И я грешу на то, что рыба осторожная. Здесь нет. Здесь все видно, поклевку видно. Рыбу амортизирует хорошо. У меня был... Да не был, есть у меня. Фонтан 3,9... 3,9... 3,6... 80 грамм. Тоже ловил, закрывался здесь на канале. По-последнему льду хотел сказать. Закрывал просто сезон. С этой палкой тоже идеально. Брал две палки с собой. 3,6 гретхама и 3,6 бантана. На гретхаме поклевок не видел. Бантан просто отрабатывал идеально. И я нашел альтернативу. Когда рыба аккуратная, поклевочки. Не надо жесткие палки. Вот. Прям палка идеал. Не знаю, сколько их привезли. Слышал, что палки привезли просто немного. Но она стоит того. От первой рыбины я сразу... Ну как рыбину маленького подлещика? Я просто кайфанул и получил удовольствие. Советую, ребят. Палка. Зачет вообще. Первая поклевочка также была просто идеальна. Ну, конечно, здесь кибертип, наверное, стоит. Может, от силы унций две. А у меня четырехунцовка. Ей тяжело согнуть. Сейчас попробуем поймать пару рыбин. Еще хотя бы. Покажу бланк в разобранном состоянии. Просто немножко поближе его покажу. Посмотрите немножко. Кто не знает, где заказывать. Заказывать можно на официального производителя Firsism. Они отправляют эти палки. Ну, либо смотреть также по магазинам, по группам. Группа ВКонтакте. Рыболов 37. В принципе, можно написать, узнать. Эти палки есть в наличии. В наличии есть две палки 3,6. Ну, не две палки, а палки в росте 3,6. Граммом 80 грамм и 120 грамм. И 3,9 грамм и 120 грамм. Да, немножко нервничаю. Не обращайте внимания. Не знаю, почему я нервничаю, кстати. Никогда такого не испытывал. Вот он. Вот она. Просто. Отыгрывает. Просто игра. Игра классная. Бланк работает идеально. Заброс без всяких усилий. Вываживание просто на удовольствие. Особенно, если бодрые такие подлесчики. Они дают такие ощущения в руку. Четко тушка подкрипывает. Надо на ТО загонять. Отвалился. Да, классно. Давайте еще один забросик попробуем. Что-то мотыль не тронутый. Пожевал опарышу только. Сейчас просто поменяем опарыша. Сделаем еще один заброс. Попробуем поймать еще одну рыбку. Да, вообще классно, классно. Я доволен. Палка классная. Особенно с такой ценой. Я считаю, это вообще идеальный вариант. Так же, как для начинающих. Так же, как и для более опытных рыболовов. Будете получать удовольствие. Только удовольствие. И ничего больше. Жалко, жалко. Вот снимаю просто на телефон. Один нету возможности поднести его. Но здесь Казатит, это как бы трудно в воду. Здесь Илладин у берега. Можно вступить и потом не вылезти из него. Так бы поближе подснять поклевочку. А еще бы было прекрасно. Ну что-то рыбка-рыбка опять, конечно, подстихла. Почему-то Калёфе ее опять стих. Вот нам удалось поймать, значит, после закорма живняком серию из пяти, наверное, подлещиков. Мы немножко прервались, значит, здесь минуток, наверное, на 15-20, пока я собрал палку, пока, значит, покидал грузики, выставил дистанцию. Да, время немножко потеряли. Возможно, рыба просто отошла. Но вот парочку подлещиков, значит, мы уже подержали. Удовольствие получили. И пытаемся поймать ее дальше. Попробуем дать мотылика. Может, там мотылика активизируется. Пробочку кормового мотылька. Потому что с Калёфом что-то печально. Так, у нас обсосали мотыля. Что-то мы проморгали этот момент опять. Сейчас, сейчас, ребят, небольшая замена насадки. Да, поводок, кстати, я укоротил. Ушел на более короткий поводок. Наверное, сантиметров 50, наверное, где-то вот так 60. Не знаю, как это получилось. Произвольно откусил. Надо смотреть. 80 грамм кормушка. Просто идеальный заброс. Прямо в Калипсу, как надо. Да. Палка кидает идеально. Давайте еще один забросик. Надо дальше поймать кого-то все-таки. Вообще классно. Да, палка такая бросковая. Кидает хорошо. Прогружается нормально. Вот кормушка 80 грамм. Плюс корм вообще ее прогружает идеально. То есть можно даже, я думаю, 60 грамм будет так же кидать. Она просто замечательно. Но дистанция, конечно, небольшая. В 30 метров. Но все равно, если свою палку мне надо немножко грузануть, это без всякого напряга просто легонечко-тихонечко посылает кормушки в нужное место. Да, клев только у нас не очень. С клевом я уже, наверное, устал повторяться. Ну, просто я не понимаю, в чем причина. Не могу подобрать ключ к рыбе. Рыба есть, но подобраться к ней почему-то не получается у меня сегодня. Да, есть поклевка. Блин, классно, даже подсекать не хочется. Вот она. Да, поклевки прямо смотреть замечательно. Если вы любите смотреть поклевки, получать удовольствие в уваживании рыбы, фиш-сизон, джокер, он именно для вас. И вот он. Должен быть, но не обязан. Расчет четко. Да, бланк идеально просто отыгрывает. Небольшой подлещик вот такого размера. Но вы уваживаете его на удовольствие. В таких подлещиках можно просто крифовать и получать удовольствие. Вот такого плана, значит, фиш-сизон, джокер. 3.9, 120 грамм. Спрашивайте, ребята, на прилавках своих магазинов, интернет-магазинов также и официальных представителей. Спасибо за просмотр.